Сортопрокатный цех – это фактично завод у завода. Его будовниство началось в 2012 году на площади, якой хайпилов для узвядения некоторых жилых микрорайонов. Сам будинок цеха мает высшую 28 метров, приклад на 10-поверховый дом. Будовники признаются, что ранее им такого делать не приходилось. Масштабных таких объектов в нашей области не строилось. Он специфический объект, он не типовой. Сравнивать с чем-то не предоставляется возможным. То есть он такой единственный. В данном этапе объект находится на стадии ввода в эксплуатацию. Работы закончены, фактически строительные. Ведется горячее испытание оборудования. В ходе будовниства, якое велось округлосуточно, специалистам довелось выращать множество инженерных задач, выкористовывать технологичные инновации, некоторые у першиню. Одным из самых складанных объектов стала яма окаленной, глубиной 20 метров. Прозвращает проходить вода для остуджения металла подчас прокату. Замкненный цикл позволяет максимально выкористовывать энергию и подзбегнуть брудных выкидов у природооховную зону. Еще одна особливость – это проектование, которое ушло одночасово с будовничными работами. Параллельное проектирование при таких стройках, оно необходимо, потому что могло бы затянуться это не на три года, а на шесть лет. И оборудование, которое мы запустили бы через три года, если бы не было проектирования этого, оно бы было уже морально устаревшим. И продукция, соответственно, была с большой себестоимостью и не конкурентно способна на рынке. Детали технологичного процесса металлурги поколь не раскрывают, при том, что выпуск продукции фактично уже идет в тестовом режиме. Головный экономичный плюс – высокий добавочный кошт готовой продукции. Для ее выпуск уберется недорогая сыровина, с которой отримавливается арматура разного диаметра. Она широко запотребована в будовництве и залеживаться на складах не повинна. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио компания Гомельса Жлобина.